Добрый вечер! Хвала рукам, что пахнут хлебом. Брещино чествует тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Практика личного общения с людьми. Лучшая оценка работы органов власти с обращениями граждан. Губернатор региона Константин Сумар провел прямую телефонную линию с берестейцами. Я в десантники пойду, пусть меня научат. 38-я отдельная гвардейская венская краснознаменная мобильная бригада отпраздновала свое 35-летие. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ежегодно отмечают белорусы в 3 воскресенье ноября. Праздник труда и верности ратному делу объединяет в своих рядах сотни жителей Синеокой, которые изо дня в день работают на благо своей страны, защищая производственные и экономические интересы государства. Ведь положение дел в аграрном секторе напрямую затрагивает интересы практически каждого человека и в решающей степени определяет продовольственную безопасность страны. В преддверии профессионального праздника на земле Березовского района глава региона Константин Сумар чествовал тех, кто носит гордое звание берестейских аграриев. Побывала на празднике и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Березовский край самобытный, живописный и в то же время динамично развивающийся. Практически 40% населения занято в работе агропромышленного комплекса, что составляет львиную долю от общего количества жителей. Продукция березовского мясоконсервного и сыродельного комбинатов уже давно стала белорусскими брендами во многих государствах мира, особенно в странах постсоветского пространства. Перед началом торжественного мероприятия губернатор региона Константин Сумар ознакомился с перечнем предлагаемых предприятиями продуктов, а их поистине целая дегустационная палитра. Йогурты и сыры, продукция мясной промышленности, свежая выпечка. В том, что все это сегодня имеет Брещина, есть вклад каждого агрария региона, ведь от труда всех сельчан и от каждого в отдельности зависит процветание Брещины и мощь Беларуси. Сегодня, конечно же, мы будем чествовать и поздравлять работников непосредственно агропромышленного комплекса, потому что их руками делается все, чтобы в нашей области и хлеб был, и до хлеба было. Их руками делается все, чтобы мы потом говорили, что в животноводстве тоже у нас хорошие результаты, потому что без растневодства невозможно получить хорошие результаты в животноводстве. Но самое главное, что каждое хозяйство, маленькое или большое, все-таки в этом году внесло огромнейший вклад в общий наш коровай хлеба. А в этом году рекордный урожай мы получили, валу сбора зерна, это более 1 миллиона 430 тысяч тонн, ну и больше 100 тысяч тонн мы собрали зерна кукурузного. Труженики агропромышленного комплекса Брещины свой профессиональный праздник встретили достойными результатами. Несмотря на то, что год был нелегким, погода внесла определенные трудности в размеренную жизнь аграриев, довольно больших показателей регион достиг во многих сферах. Новые технологии плюс модернизация производства, укрепление материально-технической базы сделали возможным выход на необходимый в сегодняшних условиях уровень качества. В этом есть и особая заслуга тружеников Березовского района, которые на протяжении многих лет по итогам года имеют стабильные высокие показатели. Район из года в год стабильно работает в кормопроизводстве, обеспечиваясь необходимыми объемами тройнистых кормов. И в текущем году, несмотря на сложные условия, вами обеспечено производство тройнистых кормов на уровне более почти 25 центров кормов в Едине, что больше среднеобластного уровня. В этом году почти по всем основным серпозкультурам вы получили урожайность выше прошлого года. Результаты, с которыми мы пришли к этому празднику, они говорят сами себе. Мы получили, ну, впервые за всю историю района рекордный урожай на зерновых. Хотя мы знаем, что весна была у нас непростая для нашего района. У нас хорошо работает наша переработка. Это наш завод по переработке молока, это наш мясокосъявный комбинат, это наш комбикормовый завод. Поэтому поистине праздник у нас действительно всенародный. По делам и награды. Самые теплые слова в этот день звучали в адрес тружеников села. Передовики производства, работники, отличившиеся во время уборочной страды. И те, кто из года в год на протяжении многих лет добросовестно трудился. Чтобы в домах у врачей, учителей, промышленников и экономистов всегда был теплый хлеб, свежее мясо и овощи. Чтобы продукты, поступающие на прилавки наших магазинов и рынков, ничем не уступали импортным. Чтобы нашу продовольственную продукцию узнавали далеко за пределами Беларуси. Однако для этих людей награды не главное. Их каждодневная работа приносит им уверенность в том, что завтра будет новый день. Работаю уже 18 лет в сельском хозяйстве. И не жалею. Люблю свою работу, очень нравится. И считаю, что в сельском хозяйстве работать почетно. Я никогда не стремлюсь за наградами. Но просто хочется работать так, чтобы всем было хорошо. И рабочим моим, и начальству. Чтобы все на работу шли как на праздник. Для меня это награды означает много. Потому что я уже в профсоюзе с 85-го года. Возглавляю профсоюзный комитет мотор и мотор и мотор. Так что для меня это, конечно, большая честь. За мои заслуги, я не знаю, скромные, наверное. Праздник отгремел. Практически завершился календарный и плановый год. Многие показатели по сравнению с предыдущими годами были значительно увеличены. В 2014-м Берестейский регион заложил хорошую базу для успешных результатов в будущем. Губернатор по итогам года ставит ратному труду аграриев высокую оценку. Пятерку можно смело в этом году давать. Именно пятерку. И вот нам осталось сделать все возможное, чтобы и мы заложили очень хороший фундамент для будущего года. 2015-го. Сегодня мы уже этот год прожили, считайте. А вот будущий год как раз закладывается именно сегодня еще. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В среду в городе над Бугом прошла прямая телефонная линия с председателем Брестского облсполкома Константином Сумаром. Руководитель области подобные приемы онлайн проводит регулярно. В прошлый раз рассказать о своих проблемах напрямую губернатору можно было в июле текущего года. Такая форма работы уже давно доказала свою эффективность. В ходе прямых включений берестельцы могут получить компетентные ответы на свои вопросы и помощь. А представители вертикали власти и руководители организаций больше узнать о тех проблемах, которые волнуют население в данный момент. Какие темы в ходе разговора с губернатором поднимались в этот раз, смотрите в следующем материале выпуска. Улучшение жилищных условий, газификация, транспортное сообщение, капитальный ремонт, трудоустройство и даже закупка молока у физических лиц. Список тем, которые были подняты в ходе прямой телефонной линии, охватывал различные сферы и области жизнедеятельности берестельцев. Но самый популярный – вопрос квартирный. Звонки, объединенные данной темой, поступали со всей области. Дозвонилась и жительница города Малорита. По поводу ремонтизации квартиры. Я просто хочу попросить помощи, как-то решить вопрос этот. Я уже где только третий год, где только не обращалась, когда не обращалась. Мне оценили квартиру 30 лет дому. Оценили квартиру, где сразу надо нести первый год, 21 миллион. Я работаю в больнице СТГБ, у меня таких денег я не могу. Однако изменить оценочную стоимость жилья по собственному желанию нельзя. Не сможет уменьшить сумму в такой ситуации даже губернатор. Ведь закон есть закон. И если человек хочет получить квадратные метры в собственность, то необходимо найти возможность за них заплатить. Рад звонков с просьбой, каким образом приватизировать дом или служебную квартиру. Но люди не понимают уже, что служебная квартира, которая была как служебная, выделялась ему как служебная, она сейчас, конечно же, арендный статус поменять невозможно. Чисто по закону невозможно. Поэтому попробуем уже с выездом на место разобраться с этими людьми и объяснить им уже, листая тот или другой закон или нормативный документ. Ну а там по телефону трудно еще определиться, а там, где будет возможность какая-то помочь, если есть возможность, чтобы приватизировать эту квартиру или дом, конечно, будем идти людям на встречу. Пускай будет в собственности, он будет отвечать за нее, он будет ремонтировать. Мы не против этого. Немало волнуют берестейцев и вопросы благоустройства. Притом не только на личных подворьях и дворовых территориях высотных домов. Одна из просьб касалась наведения порядка на площади Ленина областного центра, что немало удивило присутствовавших на прямой линии и самого губернатора. Но глава области уверен, что если данная тема волнует жителей, то ее необходимо рассмотреть и решить, возможно, даже совместными усилиями. Когда человек говорит, что в плохом состоянии площадь Ленина, и говорит, что там вот надо было безмерку, тут немножко подворушить, там и так далее, то я и предложил людям, давайте вместе, вы лопаты, грабли, я тоже возьму лопату или что вы мне дадите. Вместе наведем парадок. Разговор онлайн с главой области продолжался больше запланированных полутора часов. Поступило около 30 звонков, по каждому из которых будет принято решение в максимально короткие сроки. Немалое количество просьб губернатор поручил специалистам рассмотреть до конца текущей недели. Безусловно, скорость их выполнения зависит от многих факторов, среди которых не последнее место занимает актуальность проблемы и необходимость финансирования. Однако ни одно из обращений не останется без внимания и ответа. По всем вопросам мы договорились, будут приняты определенные решения. И вот все то, что надо будет решать, например, завтра или послезавтра, те проблемы, которые не несут нагрузки финансовой большой, конечно, их будем разрешать в первую очередь. Все то, что касается спланирования наших работ, где надо определенное большое финансирование, так как, особенно я хочу повториться, капитальные ремонты, азификация или строительство статанцев безжелезья, то, конечно же, мы будем рассматривать это уже в рамках будущего 2015 года. Уже не первая прямая телефонная линия обходится без серьезного перевеса в сторону одной из тем. Большинство просьб населения, что называется личного, локального характера, а значит, всеобщих глобальных проблем на Брещене, к счастью, нет. А те, с которыми обращаются граждане, решаемы и будут решены, если, конечно, не идут в разрез с действующим законодательством. Председатель облсполкома намерен снизить количество жалоб жителей области до минимума, а число обращений, нерешенных на региональном уровне, свести к нулю. И пока тенденция к уменьшению довольно заметная. О благоустройстве шла речь во время инспекционной поездки главы региона Константина Сумара по ряду объектов областного центра, в том числе и зон отдыха Брещан. Эта тема животрепещущая. На нее неоднократно указывалось ответственным за сферу жилищно-коммунального хозяйства руководителям. Но все-таки просчеты и недоработки остаются. Именно на них и обратил внимание Константин Сумар. Разговор состоялся жесткий, но конструктивный. Можно сказать, что данная инспекция – руководство к действию для всех ответственных чиновников. Визитная карточка Брестской области – это, конечно же, город Брест. На него равняются, с ним конкурируют. И так важно, чтобы центр Берестейского края был для других примером. В большей степени все-таки есть. О глобальных проблемах говорить не приходится. Но те островки без хозяйственности, на которые указал губернатор в ходе рабочей поездки, присутствуют. А, как известно, из мелочей складывается нечто большее – комфортность проживания и мнение людей, жителей того или иного населенного пункта, о работе власти. Кадровый вопрос остро стоит на повестке дня. Это и есть основная проблема. Я бы ее характеризовал в недоработке кадров, которые за это отвечают. Проблема безответственности тех ответственных людей, вот если так вот говорить, которые должны заниматься, организовывать работу в этом направлении, чтобы не было их проблем, устранять их. Разговор о наболевшем Константин Сумару начал уже в автобусе, в салоне которого собрались все те, кто сегодня отвечает за чистоту, порядок и за благоустройство. Несомненно, что прежде чем обратить взор специалистов ЖКХ на просчеты в работе, губернатор сама лично все увидел. Рекреационная зона в районе Красного двора, остановка под номером 1. Полюбившаяся многим брещанам зона летнего отдыха не соответствует столь красивому названию. Такое впечатление, что о благоустройстве просто позабыли. Одинокая выложенная плиткой дорожка здесь просто не к месту, да и ее предприимчивые хозяева уже потихоньку экспроприируют. На резонный вопрос руководителя области о трех миллиардах, выделенных на благоустройство именно этого уголка, никто не дал ответа. А некогда. Там планировался аквапарк, но пока речи о нем не ведется. Нет, это инвестор. И не знаем, когда он придет. Но то маломальское, что мы должны делать, не ожидая инвесторов никаких, у нас для этого есть все возможности. И материальные, и технические, и людские ресурсы для этого есть. Просто надо приложить сюда немножко руки и все. На кого-то, надейся, сам не плашай. Эти же слова можно отнести и к руководителям службы всех ЖЭСов. Чего проще отремонтировать и покрасить скамейки у Дворца профсоюзов, восстановить ступеньки, оборудовать нормальную зону отдыха, парковку, видоизменить, организовав больше мест. На каждой территории должен быть хозяин. Начальник ЖЭСа на своей территории по площади, независимо от того, офис это, или ДЭП это, или вот это жилье, он там хозяин, понимаете? И никто, как не он, каждый день видит, ведь уже функции мастера по эксплуатации, что хочет. Он каждый день должен сделать обход и посмотреть, где что разрушилось. И если есть балансы держать, и сказать, так, дорогой. Вот, планерки, наверное, каждую неделю проводятся, на неделю себе понаписывали задания и порешали эти вопросы. Парк воинов-интернационалистов – еще один камень преткновения. Эта зона просто шикарная для отдыха жителей микрорайона «Восток». Немного хозяйского отношения, фантазии и, конечно, материальных вложений, и парк засверкает новыми красками. Некоторые предложения Константину Сумару изложили и молодые мамочки, которые гуляли с детками. – Писушицу, площадочку небольшую. – И желаете на компешку? – А тут, наоборот, говорят, что надо снести вот это, то говорят, там, вот, только пивом торгуются. – А мы там сидим, мы даже не знаем. – Ну, это снести надо, а детское надо что-то построить. – Ну, так, может, не сносить, да там перепрофилировать на детское. – Ну, а зачем же? Снести много ума не надо, и не надо слишком-то так больше. – Ну, если может так получиться, то да. – Ну, конечно. – Главное, не совмещать детское с городом. – Проблема парковок – это беда. И не только Бреста. Благосостояние народа растет, количество авто об этом свидетельствует. Ситуация в этом плане весьма сложная в районе Центральной горбольницы. Машины ставят во дворах, в которых и так не развернуться. У губернатора есть идея разрешения этой патовой ситуации. – Владогордейская и Кривоширина. Между этими улицами огромная территория, которая находится под высоковольтной линией. И там ни зоны отдыха нельзя делать, и там хорошее обустройство нельзя сделать. И там кроме мусора ничего не растет или сорняка. Поэтому вот эту территорию как раз можно для этого микрорайона взять и сделать специальные остановки. И остановки, и парковки, и стоянки полностью для хранения машин. И еще один очень важный момент, к которому неоднократно возвращался глава области. Руководители городских служб должны привлекать к благоустройству территорий бизнесменов, которые возводят супермаркеты, строят торговые центры, огромные офисы. Есть деньги на это, на благоустройство Бреста точно найдутся. Это объект, который я специально сделал со всеми этими начальниками, которые отвечают за тот или другой участок. Для того, чтобы показать, насколько, как мне надо работать. Ведь в каждом человеке, начиная от ЖЭСа, руководителя ЖЭСа, и кончая службами жирно-коммунального хозяйства, службами эксплуатационных участков и так далее, все на местах, все заняты, все получают зарплату. А толку-то нету по большому счету. Там, где будут недостатки, те люди в зоне ответственности, которая находится тот участок, будут сняты с работы. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Напомню об основных. В городе над Бугом к столетию со дня рождения была открыта мемориальная доска в память о заслуженном работнике культуры БССР, кандидате филологических наук Ядвиге Антоном Нечернявской. Эта удивительная женщина прожила долгую жизнь, в которой была и война, и лесная школа, и множество научных поисков. И, конечно, бесчетное количество друзей-последователей, объединенных чувством уважения к своему наставнику. Многих из них и собрало накануне важное событие. Память об Ядвиге Антоновне будет жить в сердцах вечно. Мы к этому дню шли действительно очень долго. Мы хотели с 2005 года, тогда, когда не стала Ядвиге Антоновной, сделать так, чтобы ее память была увековечена в городе, чтобы люди знали о том, какую непростую, тяжелую жизнь прожила Ядвига Антоновна и как достойно она выдержала все испытания. В Бресте прошел третий слет машинистов, организованный руководством Белорусской железной дороги. Сегодня перед капитанами и штурманами локомотивов, как опытными, так и начинающими свою карьеру, стоит непростая задача. С появлением современных поездов, прибывших на железные дороги Белоруссии и Швейцарии, им необходимо пройти специальное обучение вождению новым транспортом. Слет машинистов дал возможность представителям данной профессии обменяться опытом, подвести итоги, выработать новый план деятельности на ближайший год. Итоги районного конкурса по благоустройству провели в Московской администрации. В эстетическом состязании приняли участие предприятия и организации Бреста, а также жилые кооперативы и индивидуальные подворья. В финале за право считаться победителем боролись более сотни субъектов хозяйствования. По итогам, компетентное жюри определило 18 лучших в 6 номинациях. Лидеры творческого состязания уверены, на достигнутом останавливаться нельзя, а потому жители и гости района увидят новые формы и техники украшения прилегающих территорий. И самое главное, на этой неделе в Брестской области, в Брестском районе, в деревне Клейники открылся новый детский сад. Построен он в сжатые сроки, работы начались в мае текущего года. Их главный итог – сегодня дошкольные учреждения могут посещать 120 малышей. Раньше эта цифра не превышала 40. Стоимость объекта немаленькая – около 13 миллиардов рублей. Сейчас можно смело говорить, что для гармоничного и всестороннего развития ребят созданы все условия. Главная ценность строительства данного учреждения – это снятие напряженности в вопросе определения ребенка в детский сад для жителей 16 ближлежащих населенных пунктов. Однако пока далеко не везде ситуация складывается подобным образом. В некоторых районах Брещена еще существуют подобные проблемы. Но, по словам губернатора, в ближайшее время они будут решены. Города развиваются, и особенно развиваются крупные деревни вокруг городов, таких как Брестск, Баранович и Пинск. Поэтому у нас как раз и есть проблема, пока остается именно с детскими школьными учреждениями в Бресте, в самом Баранович и Пинске. И еще в нескольких деревнях крупных, вот Брестского района, я их назвал сегодня при открытии. Но у нас для этого есть своя программа, и мы планируем в ближайшие три года построить минимум семь детских садиков, для того, чтобы эту проблему в какой-то степени уже по-большому что-то разрешить. Это мы сделаем обязательно. Вы смотрите итоговую программу BookInform. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. На этой неделе свой юбилей отметила одно из ведущих войсковых подразделений региона. 38-й отдельной гвардейской венской краснознаменной мобильной бригаде исполнилось 35 лет. Много ярких страниц вписали десантники в летопись Бреста и области. Военнослужащие именно этого ведомства являются активными участниками региональных мероприятий. Они неоднократно выезжали на республиканские и межгосударственные учения, где показывали самые высокие результаты физической и военной подготовки. А для берестейских мальчишек они образец мужества и чести, выдержки и особой силы духа. За три с четвертью десятилетия День десантника стал одним из главных праздников города, а десантные войска – эмблемой города над Бугом. О том, как живут современные десантные войска и кто они – герои службы сегодня – об этом и не только подробнее в следующем материале выпуска. Сегодня Игорь Горчанюк может спокойно прогуливаться по казарме. Уже в понедельник он будет на гражданке. За год службы тумбочка и кровать стали роднее любимой комнаты дома, а товарищи по службе – такими близкими и родными. Два месяца службы подарили молодому юристу настоящих верных друзей, сделав молодого человека более выносливым и серьезным. Здесь он научился формировать свой день строго по распорядку. Здесь узнал, что такое надежное плечо. Здесь научился никогда не останавливаться на достигнутом. Особенно в памяти молодого человека сохранились воспоминания о первом параде и межгосударственных учениях, проходивших на территории Российской Федерации. Отложился в памяти парад. Такое очень важное мероприятие в жизни каждого военнослужащего, участвовавшего в данном мероприятии. Конечно, два месяца долгих и изнурительных тренировок дали свои плоды. И, конечно же, еще совместное учение с Российской Федерацией в городе Пскове, которое мы там проводили неделю целую. В армии служить надо. Конечно, она тебя чего-то лишает. Ну, даже таких, обычных каких-то вещей, там, попить чай или кофе. А она тебя организовывает. И вот он долгожданный момент – прощание с боевыми знаменами части. Это время, с одной стороны, радостное. Многих дома уже заждались родные и близкие. С другой стороны, немного грустные. Боевые будни, проведенные на учениях и в казармах, на занятиях и полигонах, больше не вернешь. Многие из тех, кто уже успел стать друзьями, уедут в свои города. В торжественном и по-особому знаковом мероприятии приняли участие представители общественных организаций и объединений, местных органов власти, почетные солдаты части, ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций. В жизненное плавание, в свой день рождения, подразделение отправило более 400 военнослужащих. И неважно, чем эти молодые люди будут заниматься дальше – продолжат полученную до армии профессию или выберут совершенно иной хлеб. Меняется время, меняются тактические задачи. Однако десантники с гордостью проходят все, причем не только военные испытания. За годы своей службы неоднократно приходилось провожать ребят, вот таких вот парней, которые честно, добросовестно, служив службу, ходят в народное хозяйство. Приятно на них смотреть, потому что приходят, конечно, молодежь более-менее подготовлена в десантные войска, но после службы они еще крепче становятся. Крылатая пехота – мощное оружие, которое благодаря особенной слаженности и уникальной внутренней силе духа и сегодня имеет имидж одного из элитных подразделений войск страны. За 35 лет своего существования военнослужащие 38-й отдельной гвардейской Венской краснознаменной мобильной бригады неоднократно принимали участие в учениях, высокие результаты по итогам которых подтверждают. Подразделение успешно справляется со своей основной задачей – подготовить из призывника настоящего бойца, обладающего не только профессиональными, но и личностными качествами. Здесь постоянно заботятся о том, чтобы молодой человек после службы вернулся на так называемую гражданку не только целым и невредимым, но и жизненно подкованным, умеющим найти выход в любой, даже сложной ситуации. Мы стали правоприемниками воздушно-десантных войск, силы специальных операций. 38-я бригада – то же самое в этом числе. Прежде всего, сохранился, и он сохраняется и приумножается – это дух десантника. Он существует. Приходят такие же пацаны служить и в другие воинские части, с одного двора. Но воин-десантник, он всегда воин-десантник, он выполнит задачу только на отлично. Военнослужащие 38-й отдельной гвардейской венской краснознаменной мобильной бригады – неоднократные участники районных и городских мероприятий. Традиционно десантники и разведчики демонстрируют лучшие образцы своего особенного армейского искусства. Выступления роты почетного караула, уникальные комплексы рукопашного боя, упражнения на выносливость. А в свой главный праздник, 2 августа, город над Бугом становится настоящим военным центром. Повидаться с друзьями приезжают десантники со всей страны. Особая заслуга голубых беретов – в их уникальной преемственности патриотических традиций, которые от опытных представителей крылатой пехоты передаются совсем юным мальчишкам и девчонкам. Мы гордимся их выправкой, мы гордимся их высоким уровнем боеготовности, но я особо благодарен им за то участие в военно-патриотической работе, которую они ведут в учреждениях образования нашего города. Я уверен, что впереди у нас много совместных различных патриотических, городских мероприятий, где наши славные воины-десантники будут, как всегда, на высоте. 35 лет было сделано много, и многократно менялись ее названия. Там была и десантная штурмовая, и воздушно-десантная, и мобильная. Но главное, конечно, остается десантный дух, с которым она родилась, и который к течению времени только развивается, крепче, развивается в новых исторических условиях. Юбилей – это хороший повод сказать спасибо за многолетнюю службу, за ратный труд, воспитание настоящих мужчин, защитников своего отечества – Беларуси. Проходят годы, однако энтузиазм и жизнелюбие, с которым десантники идут к новым победам и новым свершениям, неутомим. И из года в год, из десятилетия в десятилетие, молодым бойцам прививаются не только военные навыки, но и главное мастерство – быть человеком. Награды – это результат того, что все идет по верному пути, а значит, рубежи Синекой находятся под надежной охраной. Любому человеку приятно, когда его замечают, отмечают его лучшие дела, которые работают на благо нашей Родины, на благо нашей страны, на благо нашего общества. Награда – это прежде всего оценка ратного труда всего коллектива – военнослужащих срочной службы, офицеров, прапорщиков и контрактников. Поэтому награда всегда важна – это оценка за ратный труд любого военнослужащего. Анастасия Наздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Они разбираются в оттенках свечения металла и знают, что такое довести до стадии белого коления. Их называют укротителями стали, а древние славяне именовали их ремесло таинственным. Более того, приверженцами этой ныне экзотической профессии были такие исторические деятели, как Иван Грозный, Джордж Вашингтон и Бенито Муссолини. Речь идет о представителях кузнечного дела, которые в середине ноября отмечают свой профессиональный праздник. Узнать о премудростях исконно мужской работы и о том, какой сюрприз ждет горожан на тысячелетие Бреста, наша съемочная группа отправилась в Брестскую студию художественной ковки. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Грохочущие звуки, жар огня и запах железа – первое, на что обращает внимание гость, заглянувший в кузницу Вячеслава Пищука – официально Беростейскую студию Мостатского ковальства. Каждый день молодые люди среди молотов, чертежей горна и других атрибутов кузнечного ремесла работают над созданием кованых изделий, будь то ограда, каминная решетка или уникальный арт-объект. По словам хозяина кузницы Вячеслава Пищука, рвение к металлу у него было с детства. По мере увлечения хобби превратилось в профессию, в которой главная премудрость – чувствовать так называемую брутальную материю. Маловажный фактор – это когда ты понимаешь, что ты делаешь с чем. То есть просто колотить по наковальне молотком – это не значит, что ты же стал кузнецом. Ну, то есть немного, скажем, умений как бы слесарного дела, художественного какого-то вкуса, умений каких-то сварочных работ. Ну, в принципе, тут как бы сочетание идет уже в общем. То есть всех таких, скажем, рабочих специальностей где-то надо иметь, то есть по чуть-чуть. Самое удивительное, что из четырех человек в кузнице только один обучался этому ремеслу в специальном учреждении образования. Остальные представители команды пришли ковать по велению души. К примеру, Александр Терлецкий по профессии преподаватель немецкого языка. В один прекрасный день молодой педагог понял, что хочет работать в окружении не тетрадей с учебниками, а молотой и горно. И вот сегодня наша съемочная группа застала его за старательным введением очередного эскиза будущего кованого изделия. В этом году мне представилась такая возможность, чему я, собственно, очень рад. Потому что вносит очень много разнообразия. Потому что за компьютером слишком много времени в любом случае вредит. И человек должен уметь делать что-то руками. «Мы как дети с пластилином», — говорит напарник Александра Дмитрий Яскоколтыков, который оказался в Берасейской студии мостатского ковальства также по воле случая. Казалось бы, чем сегодня может привлечь кузнечное дело? Профессия редкая, технология которой по сей день не претерпела особых изменений. Герои нашего сюжета говорят просто. Возможность воплотить сложные идеи в одном из самых мужских материалов — металли. «Вдохновляет на работу, не знаю, вот, наверное, конечный результат. То есть, сделаешь, и оно глаз радует. Не просто как будто ты шаблонную работу сделал, что-то там выгнул, спаял, отдал и все, и забыл. Ну, приятно потом это посмотреть». Герои этого сюжета запечатлели свои имена, но уже полюбившиеся многим брещанам аллеи фонарей. Получилось это у них по-брутальному, в самом настоящем металле. К примеру, этот веселый булочник — один из шести арт-объектов, которые ковались в кузнице Вячеслава Пищука. Среди них — миллионник, доменная печь с прилавком, швейная машинка, которая стала излюбленным местом для фотосессий брещан и гостей нашего пограничного города. У каждой кованой фигуры свой автор и свой неповторимый шарм, который в своем роде делает тот или иной фонарь настоящим произведением искусства. Кстати, несмотря на то, что Вячеслав стремится уйти от фонарной темы, пока она еще не успела наскучить, маэстро художественной ковки решил сделать горожанам авторский подарок в виде все того же светящегося арт-объекта. Прежде всего, от себя хочу поставить фонарь на Гоголя. Уже эта задумка второй год, но с количеством клиентов на каждый год эта задумка немного откладывается на следующий. Поэтому, я думаю, в этом году мы ее воплотим. Будет он весьма интересен и сложный. Довольно-таки хотим сложный фонарь, поэтому работать над ним придется тоже очень много. Но я думаю, что все будет получиться. А это будет связано с историей Бреста. Пока брещане будут гадать на предмет того, чем на этот раз удивят кузнечных дел мастера и каким станет новый фонарь, Вячеслав Пищук думает над тем, как организовать фестиваль кузнецов в городе над Бугом. По задумке, мероприятие будет проходить в форме мастер-классов, где каждый укладитель железа сможет показать свое мастерство владения плавкой и ковкой. Будем надеяться, что уже совсем скоро жители нашего города станут свидетелями зарождения еще одной доброй традиции. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней. С добрыми новостями и до встречи в эфире. 16-17 ноября Беларусь будет находиться на юго-западной периферии холодного антициклона с центром над Средним Поволжьем. На Брещене 16 ноября температурный фон в течение суток будет колебаться в пределах 2-5 градусов. Ожидается прохладная, сырая и ветреная погода. 17 ноября в понедельник будет преобладать облачная погода. Местами в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 3-5 со знаком плюс, максимальная днем 6 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.